Добрый день. Неорецессия – это новый термин, который в последнее время все чаще появляется в заголовках мировых финансовых изданий. Он означает продолжительную серию небольших разочарований от крупнейших развитых и развивающихся стран, которые грозит подтолкнуть мировую экономику к замедлению. Среди них падение цен на нефть, введение отрицательных ставок, геополитика, дивергенции политики центральных банков и многое другое. Все это в последнее время сильно давит на финансовые рынки и кажется, что новый кризис не за горами. Но обо всем в порядку. Тему изменения мировой экономики сегодня обсудим с гостем. С удовольствием представлен Кудинова Андрея Борисовича, кандидат физико-математических наук, доцентра кафедры финансов организации Казанского федерального университета. Андрей Борисович, добрый день. В первую очередь, смогли бы дать оценку общему состоянию мировой экономики. На какой стадии она сейчас находится? Если говорить в целом, хотя экономика очень неоднородная, то кризис очевиден, но этот кризис несколько различен. Если в Соединенных Штатах это кризис в большей степени циклический, поэтому там и работает, неплохо работает, по крайней мере, работала политика количественного смягчения, то в Европе в Китае, да и в России кризис в значительной степени структурный. И здесь монетарными инструментами справиться с этим кризисом. Я боюсь, не удастся. Вот если говорить о тех странах, которые более-менее в данный момент показывают положительный динамик, то это, как вы уже указали, это США. Многие индикаторы остаются стабильными, новые рабочие места создаются, но эксперты говорят о том, что дефляционные ожидания сохраняются. И хотелось бы узнать, каково реальное положение дела в экономике США и способна ли она помочь как-то мировой экономике? Начну с конца вопроса. Если мы надеемся, что американская экономика, а надежда такие есть, что американская экономика выступит локомотивом, китайская экономика выступит локомотивом, она, наконец, вытащит всю мировую... На Европу надежды нет с политическими проблемами Европы и раздравим, который сегодня творится в ЕС. И что они вытянут в целом мировую экономику, то я боюсь, что эти надежды тщетны. Как говорят, одну и ту же курицу можно съесть только один раз, и мы ее уже съели. И мнение тех экспертов, которые я разделяю, мнение тех экспертов, которые я разделяю, они сходятся к тому, что вот тех тучных лет в мировой экономике, которые мы видели десятилетия два назад, в сколь-нибудь обозримом будущем уже не будет. Теперь конкретно. Как я уже сказал, а я цитировал президента швейцарского банка UBS относительно структурного кризиса, Соединенные Штаты оказались в самом лучшем положении, потому что кризис у них структурный, и, соответственно, за счет использования монетарных инструментов они добиваются определенной стабильности. Причем, как известно из экономической теории, Центральный банк, ФРС в Соединенных Штатах, отвечает, во-первых, за стабильность валютного курса, национальной валюты в целом, и, второе, за безработицу. За экономический рост отвечает правительство. Вот. И поэтому, что можно ожидать от ФРС, за которым наблюдает весь мир? Можно ожидать умеренной позиции, так как безработица не растет, а новые, как вы верно отметили, рабочие места создаются, то ФРС будет придерживаться очень консервативной политики, в сколь-нибудь обозримом будущем, может быть, несколько повысив ставку рефинансирования. И локомотивом, который сможет вытянуть мировую экономику, Соединенные Штаты, вероятнее всего, не станут. В Китае же и в ряде других стран, формирующихся рыночных экономик, кризис в значительной степени структурный. Там необходимы структурные изменения, которые очень болезненны политически. Вот. Они во всех странах болезненны. Они во Франции болезненны, чтобы, скажем, реформировать, в первую очередь, например, негибкий французский рынок труда, чтобы французы признали, что чилийское вино и польская свинина в конечном счете все равно лучше в классе эконом. И что нужно концентрироваться, как швейцарцы и немцы, больше на премиальном классе. Видите, я все-таки привожу вас больше к уровню микро, к уровню предприятий. Это очень болезненные структурные изменения. Но только в том случае, если они будут осуществлены, мы можем ждать медленного выхода из стагнации. Новый тренд в политике монетарного регулирования, как вы отметили, ФРС США, появился совсем недавно, когда один регулятор стал ужесточать свою политику, а другой смягчать. Я говорю о ФРС с одной стороны, и ЕЦБ, и Банке Японии с другой. Хоть это регуляторы отдельных стран и регионов, не подвержены ли влиянию именно этого фактора те движения, которые мы видим на валютном и фондовом рынке с начала года? На мой взгляд, безусловно, подвержены. И эксперты отмечают, я не макроэкономист все-таки, а экономист микроуровня. Но определенный консенсус сложился, что, пожалуй, сегодня одной из наибольших опасностей, которые грозят мировой экономике, выступают валютные войны. То есть страны теми или иными мерами монетарного регулирования будут стараться обеспечить преимущество своим экономикам за счет определенного обесценения своих валют. Я принципиально не говорю девальвации, потому что с точки зрения строгой экономической науки девальвация имеет место тогда, когда страны проводят политику фиксированных валютных курсов. В большинстве случаев у нас курсы плавающие, в России сегодня курс плавающий. Поэтому это скорее обесценение. И вот это самая большая опасность – валютные войны. Что касается остальных шагов, то, на мой взгляд, в Европе и в странах, крупных странах, Азии, Японии, в частности, инструменты монетарного регулирования, точнее, их эффективность, в значительной степени исчерпаны. Как вы сказали, у центральных банков нет места для маневра. Приведу статистику. С марта 2008 года они снизили процентные ставки 637 раз, приобрели активов на более чем 12 триллионов долларов. В то время эти инструменты казались инновационными. Сейчас ситуация совершенно другая. На ваш взгляд, регуляторы какие должны использовать инструменты и где искать выходы из сложившейся ситуации? Если бы я знал однозначный ответ на ваш вопрос, то, видимо, я уже готовился бы к получению Нобелевской премии по экономике. Еще раз, к сожалению, однозначного ответа нет. Единственное, что можно сказать, что умеренная, очень взвешенная политика, в первую очередь ФРС, и не столько политика монетарная, сколько, скорее, фискальная политика европейских государств, членов ЕС, в первую очередь, членов еврозоны, может оказаться более эффективной. Потому что монетарные рычаги в значительной степени исчерпаны. Более того, против них активно выступали и продолжают выступать такие мощные европейские страны, как Германия. Кстати, когда Жан-Клод Трише покидал свой пост и обсуждался его преемник, его место занял Марио Драги, то на этот пост претендовал или предполагался тогдашний руководитель, я не помню уже его имени, германского центрального банка, но именно опасения более жесткой монетарной политики как раз привели на эту позицию более мягкого Марио Драги. Но, тем не менее, в значительной степени исчерпаны. На мой взгляд, каких-то серьезных результатов, во-первых, дальше смягчать некуда, ну, кроме отрицательных ставок, каких-то серьезных результатов достигнуть чисто монетарными рычагами не удастся. Относительно недавно такие страны, как Швеция, Швейцария, Дания и Япония, также ЕЦБ в лице еврозоны установили негативные процентные ставки. Для многих эта система кажется новой. Не могли бы прояснить механизм работы финансовых рынков с отрицательными ставками, с какой целью проводится такая политика, и может ли она стать эффективной? Опять-таки, насколько я могу судить, консенсусное экспертное мнение, ответ на последний вопрос – нет. Что касается самого содержания, это вовсе не означает, что, скажем, мы, как вкладчики банков, должны будем доплачивать банкам за хранение наших денег. В какой-то ситуации, чтобы обезопасить, например, личные сбережения, мы можем доплачивать, например, за банковскую ячейку и хранить там, например. Но на самом деле это означает другое. Это означает, что по депозитам коммерческих банков в ЦБ, в центральных банках, ставка будет отрицательной. Расчет таков. То есть если… Ну, я упрощаю, но тем не менее. Вот для меня, как для, скажем, представителей домохозяйства, как для сберегателя. Вот, то есть если я сберегаю какие-то деньги, то правильно для меня, при достаточной волатильности и рисковости, например, нашего фондового рынка, вот отнести их, самое простое, отнести их в банк. Естественно, банк, получив эти финансовые вложения, он должен их каким-то образом использовать. Если в силу экономической стагнации, высоких рисков, отсутствия достойных инвестиционных проектов, банк таких возможностей не видит, он депонирует эти средства в центральном банке. Вот, в результате, ну, скажем, эффекта для экономического роста это никакого не имеет. Поэтому если установить для банка неположительные, пусть мизерные, а отрицательные ставки по депозитам в ЦБ, это вынудит банк, с одной стороны, искать инвестиционные проекты, а с другой стороны, снижать ставки по депозитам, для того, чтобы сделать их менее привлекательными, и для того, я так понимаю, эту логику, чтобы мы, как вкладчики, стали рассматривать возможности направления этих средств на потребление, и, соответственно, направляя средства на потребление, поднять национальную экономику. А почему же вы тогда говорите, что это не может стать эффективным? Ну, во-первых, здесь сказываются мои собственные очень финансово-консервативные взгляды. Значит, ну, как все-таки представитель кафедры финансовых организаций, я считаю, что выход из любого кризиса лежит через инвестиции. А инвестиций без сбережений не бывает. И мы тем самым дестимулируем сбережения. Это плохо. Второе. Сейчас бы мне сослались, если бы были коллеги экономические теоретики, сослались на труды основоположников, того же Кейнса и других. Здесь есть один момент. Кейнс, великий экономист, безусловно, писал в эпоху, когда экономика не была глобальной. Сегодня экономика является глобальной. Вместо того, чтобы сберегать, мы направляем на потребление. Но отечественные ли товары мы приобретаем? Мы идем, покупаем китайскую майку и корейский автомобиль. Вот если бы мы направляли все средства на товары, продукты, услуги, производимые в нашей юрисдикции, это, безусловно, послужило бы хорошим толчком для восстановления национальной экономики. И второе. Для банков. Это тоже не очень хорошо. Вот это уже экспертное мнение. Так как ставка по депозитам в ЦБ будет отрицательной, у банков появится весьма нежелательный побудительный мотив вкладываться в более рисковые, они же и более доходные, в более рисковые и более доходные проекты, чтобы получить на них определенный возврат, что на самом деле окажет достаточно негативное влияние на экономику, потому что повысит уровень невозвратов кредитов и так далее. То есть банки начнут вкладываться в активы и в проекты, в которые они до этого в силу рисковости этих активов и проектов не вкладывались. Это негатив. Получается, можно сказать, что для банков политика отрицательных ставок будет иметь негативные последствия, да? Есть разные точки зрения. Я присоединяюсь к точке зрения экспертов, которые считают не только по этому, а по ряду других причин, что это скорее негативное явление для банка. Говоря о методах регулирования, можно предположить, что увеличение госрасходов, снижение налоговой нагрузки может быть выходом из данной ситуации в определенных регионах, в еврозоне, допустим. Но все это будет увеличивать налоговую нагрузку на государство. И опять приведу цифры. С 2008 года госдолг таких стран, как США, по отношению к ВВП вырос с 64% до 104% в 2015 году, в еврозоне показатели вырос с 66% до 93%, в Японии со 176% до 237%. Эти цифры действительно заставляют задуматься, может ли такая динамика госдолга помешать регуляторам использовать налогобюджетный инструмент для обеспечения экономического роста своих стран. Все зависит от этих стран. Как вы верно заметили, госдолг во многих, суверенный долг во многих странах чудовищен по своим размерам, более 18 триллионов долларов в Соединенных Штатах. Выход из этой ситуации в конечном счете, в конечном счете, заключается в том, что рано или поздно, так как новый долг, особенно с учетом того, что те же Соединенные Штаты активно принимают на себя функции мирового полицейского, что очень дорого. Естественно, рано или поздно должен наступить такой момент, что рефинансировать ранее привлеченный долг плюс проценты по нему за счет новых заимствований не удастся. В этом случае начинается явление, которое хорошо известно экономистам, как монетизация долга, другими словами, инфляционное его обесценение. То есть Центральный Банк начинает покупать ценные бумаги, выпускаемые правительством, и тем самым, естественно, разгоняет инфляцию и обесценивает национальный долг. Другое дело, что пока американская валюта, а конкурентов ей в этом плане нет и в ближайшее время не предвидится, как бы мы ни хотели, является мировой резервной валютой, это дело достаточно отдаленной перспективы, и, естественно, каждая администрация, приходя к власти, стремится показать себя с лучшей стороны, то есть больше расходовать и одновременно собирать меньше налогов. Европа более сложная в этом плане образование, потому что там одна монетарная, и сейчас в еврозоне 16 или уже теперь 17 стран, я могу ошибиться на одну страну, и, соответственно, 16 или 17 фискальных политик, унифицировать которые достаточно сложно. Поэтому, как, скажем так, весьма консервативный экономист, я считаю, что не стоит сколь-нибудь долго, это просто неустойчиво, жить сегодня за счет будущих поколений. Вот, что меры по увеличению бюджетного дефицита в результате снижения налогов и стимулирования экономического роста могут носить временный характер, опять-таки, при условии проведения структурных реформ. В противном случае они не сработают. Хорошо. Инвесторы сейчас предсказывают приближение эрвертолетных денег прямых трансфертовым домохозяйствам. Насколько применение этой меры реальное и способна ли она стимулировать экономический рост? Ну, с точки зрения законодательства, она возможна. В частности, она возможна у американцев. Другое дело, что это никогда не проводилось, но ФРС может непосредственно кредитовать хозяйствующий субъект, то есть компания, минуя банковскую систему. Насколько я знаю, это не применялось никогда. Насколько это будет эффективно, заранее сказать нельзя, но я лично отношусь к этому весьма скептически, опять-таки, исходя из высказанной ранее чуть выше оценки относительно глобального характера мировой экономики, то есть инфляционный налог далеко не надо ходить. Борис Титов предлагает, почему он предлагает выдать сразу на инвестиционные проекты центральным банкам, выдать сразу небольшому бизнесу где-то порядка полутора триллионов рублей. Масштаб, конечно, большой. Опять-таки, инфляционный налог заплатим мы все, как бы мы ни прятались за словами, что вот есть инфляция, есть монетарная инфляция, у нас монетарная инфляция низкая, инфляция есть инфляция. И инфляционный налог заплатят все, в том числе самые незащищенные слои, пенсионеры, работники бюджетной сферы. В то время как позитивный эффект этого мероприятия для меня очень сомнительный. Опять-таки, это может быть разовой мерой в случае каких-то таких вот глубоких экономических потрясений. Перейдем к другой теме. Многие критики программ количественного смягчения утверждают, что именно они послужили причиной неоправданного роста стоимости рисковых активов и накачки развивающихся стран дешевыми деньгами, что привело к долговому циклу и увеличению давления на бюджеты этих стран. Действительно, мы сейчас видим, что ситуация в этих странах довольно-таки проблемная. Но не стоит забывать и про то, что в основной своей массе экспорт ориентированы. И падение цен на сырье также на них сказалось. Вот какого влияния этих двух факторов на развивающиеся рынки, какой из них наиболее весомый, на ваш взгляд? Ну, я с первым утверждением в целом готов согласиться. То есть, и, кстати, именно поэтому, на мой взгляд, та же Федеральная резервная система очень осторожно сегодня подходит к продолжению политики количественного смягчения, потому что даже если, может быть, их и не очень сильно волнуют формирующиеся или развивающиеся рынки, но проблема пузыря всегда существует. Пузыря на фондовом рынке и пузыря на рынке недвижимости. И это, естественно, вызывает опасения. И это мы уже проходили. И избыточная ликвидность так или иначе перекочует на фондовый рынок, на рынки недвижимости. У пузырей есть одна неприятная черта. Рано или поздно они лопаются. Другое дело, что никто не знает, когда. Можно прилично заработать, выйти из этого рынка, а потом он лопнет. Что касается негативного влияния на рынки, формирующиеся, я не думаю, что это негативное влияние было определяющим, но оно, безусловно, было, потому что, действительно, даже если взять Россию, доступность дешевых зарубежных денег, опять-таки, за эту доступность мы платили валютными рисками, мы открывали валютную позицию. У нас не только, скажем, предприятия с высокой долей валютной выручкой, ну, в Татаре, например, Нижнекамск, нефтехим, там вполне оправданы, скажем, размещения еврооблигаций, но и предприятия, у которых нет ни рубля валютной выручки, умудрялись залезать в крупные валютные кредиты, потому что дешево. Тем самым они открыли валютную позицию, и, соответственно, когда рубль просел по ряду причин, в первую очередь, естественно, из-за глобального падения цен на сырьевые ресурсы, эти компании оказались в тяжелом положении, и в немалой степени все-таки, опять-таки, на выручку пришло государство. Второй момент, почему это оказало негативное влияние, хотя и ни то, ни другое не было определяющим в той кризисной ситуации, в которой мы оказались, определяющим это отсутствие структурных реформ. Это то, что при доступности дешевых денег с западных рынков не развиваются национальные фондовые рынки, в том числе российские. Он в значительной степени, чтобы мне не говорили сегодня эксперты этого рынка, он не используется, он не работает как источник финансовых ресурсов. Это скорее спекулятивные деньги, это скорее инструмент перехода корпоративного контроля. Вот, на мой взгляд, это здесь тоже был негатив, потому что... И, кстати, в этом плане сегодня я считаю, что, да, кризис есть, но есть и возможности, хорошо бы их использовать, это развивать национальные системы или развивать национальные фондовые и в целом национальные финансовые рынки, чтобы сбережения резидентов пошли на финансирование экономического роста. Чем хороши резидент, чем хороши мы с вами? Мы хороши тем, что наши активы все здесь. Горячие деньги, они приходят, и при небольшом риске они махом, десятками, как мы видим из года последние годы, десятками, если не сотнями миллиардов, уходят из страны, добивая валютный курс. Чем хороши как раз сбережения резидентов? Резидент, сбережения среднего класса, это люди, активы которых, и сбережения которых находятся в национальной экономике, и сбережения которых по возможности находятся в национальной валюте. Они являются долгосрочными. И вот сейчас есть возможность развивать этот финансовый сектор. Другого нет. Санкции. Перейдем к мировой экономике обратно. Новым шоком для нее стал в последнее время ситуация в Китае, когда не только замедление ее экономики, но и также девальвация национальной валюты сильно сказалась на мировых финансовых рынках и мировой экономике. Если так будет продолжаться, каковы будут риски для мировой экономики и какую ситуацию ожидать на мировых финансовых рынках? Я не думаю, что это будет продолжаться так сильно. Опять-таки, я абсолютно искренне считаю, что наше многолетнее восхищение Китая несколько неоправдано, что в Китае накопились очень серьезные структурные перекосы, огромная задолженность на уровне предприятий, которые так или иначе должны были сказаться. Раздутый фондовый рынок, который, опять-таки, должен был, и пузырь в конечном счете лопнул. Все это естественный катарсис. Вы правильно заметили, что валюта была девальвирована, потому что Китай-то как раз следовал в какой-то степени фиксированному курсу. Но как не следует надеяться на то, что Китай в сколь-нибудь обозримом будущем сумеет стать локомотивом, так и не стоит опасаться очень крупных потрясений, потому что в целом руководство адекватное, и со всех сторон на Китай сыпется одна и та же рекомендация, а именно разворачивать экономику на внутренние потребления. Кстати, это американцы все время советуют и Германии. Но так случилось, и чем мне в этом плане китайцы и немцы близки, это нации, которые очень сильно склонны к сбережению. И как только начинает скреть, они начинают сберегать больше. Так что я думаю, что в какой-то мере, разворачиваясь к потреблению, к ориентации на внутреннее потребление, Китай так или иначе переживет этот трудный период, но локомотивом в ближайшее время он не станет. То есть там эти трудности будут носить серьезный, достаточно долгий характер, опять-таки, пока не будет осуществлено определенные структурные изменения, в частности, сокращение государственного сектора в экономике, которая очень мощная и очень неэффективная в Китае, насколько я могу судить. Ну и в определенной степени политические реформы, хотя это, наверное, не самое популярное будет для китайцев услышать, но такая мощная экономика, как Китай, как все время это произошло с японской и с южнокорейской экономики, должна перейти от копирования к инновациям. А это невозможно без развития образования, науки, где необходимо все-таки несколько большая политическая свободы. Ну и последний вопрос, который хотелось бы задать, лежит на стыке политики и экономики, Brexit или попытки Британии выйти из еврозоны. Насколько это мероприятие мешает в данный момент рынкам? Из чисто рыночных последствий это падение курса фунта стерлингов, что, в принципе, для британцев не очень страшно, потому что в какой-то мере это дополнительно стимулирует британский экспорт. И угроза ряда компаний, в первую очередь финансовых, перевести свой, так сказать, корневой бизнес из Соединенного Королевства. А если говорить в целом для экономики и для еврозоны? В целом для экономики и для еврозоны я абсолютно искренне считаю, что это скорее пугало. То есть, если взять точку зрения умеренных сторонников выхода, таких как Борис Джонсон, человек достаточно умеренный в целом и целый ряд других в консервативной партии, которые придерживаются точки зрения, что Британии будет лучше, если она выйдет из еврозоны. А в еврозоне она, когда не была, выйдет из ЕС. Если бы я был британцем, я бы проголосовал за выход. Хотя, скорее, более эмоционально. То есть, Британия была, есть и будет мощным торговым партнером Европы. Предположить, что Британия, а в свою очередь Евросоюз ощетинится крупными пошлинами, очень сложно. Сторонники выхода говорят, что мы не собираемся выходить из торгового союза. Мы собираемся выйти из ситуации, когда очень многие решения, в том числе по очень мелким вопросам, принимаются в Брюсселе. Очень мелкие регуляции, которые на самом деле достаточно сильно отягчают жизнь мелкого бизнеса. Если посмотреть, кто выступил против выхода, это крупнейшие корпорации. Небольшой бизнес, британский, он скорее за выход, потому что вот эти регуляции, они, кстати, достаточно сильно негативно влияют не только на британский бизнес, но, например, и на венгерский, и на целый ряд других стран Восточной Европы, и на Чехии, Чехия весьма развитая страна. Другое дело, что эти страны сейчас догоняют, им в этом плане европейский рынок весьма важен. Британия – развитая страна. И, на мой взгляд, большая часть вот этих вот апокалиптических прогнозов, она останется апокалиптическими. Но я думаю, что британцы проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС. Спасибо. Андрей Борисович, благодарю вас за ответ. Спасибо. Напомню, что сегодня мы встречались с кандидатом наук доцентром кафедры финансов и организаций Казанского федерального университета Анкудиновым Андреем Борисовичем. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»